В 1.31 мая родились Евгений Тверитинов, первый русский флотский электрик, создатель аккумулятора нового типа, он организовал иллюминацию Кремля. Михаил Нестеров, художник-передвижник. Один из самых известных художников-передвижников дожил не просто до новой эпохи советской власти. Он увидел страшное и героическое время Великой Отечественной. А за портрет Павлова Нестеров был даже удостоен Сталинской премии. Однако в истории русской живописи он остался прежде всего как творец XIX века, как большой мастер религиозного полотна. Картины «Святая Русь», «Пустынник», роспись на стенах Марфа Мариинской обители. Наконец, знаменитое «Видение отроку в Варфоломею» – картина, посвященная святому Сергию Радонежскому. Ее и любил автор более всего и приговаривал «Жить буду не я, жить будет отрок в Варфоломею». Также 31 мая родился Константин Полустовский, советский писатель. В этот день 31 мая 1223 года в битве на реке Калке войсками монгольского темника Субэдея было разбито русско-половецкое войско. Это была первая шокирующая встреча русских полков и монгольских туменов. Почти никто еще не в России не слышал об этом народе. А Чингисхан уже опрокинул богатейшие государства Средней Азии. Два его темника Субэдея и Джебэ уже обогнули Каспий с юга и вошли во владение кочевников-половцев. Дальнейшие события зафиксировали русские летописи. Побитые монголами половцы обратились к одному из сильнейших князей галецкому правителю Мстиславу Удатному. Сегодня одни отняли нашу землю, завтра ваша взята будет. В XIII веке русские и половцы жили вполне мирно. Князья и ханы заключали друг с другом союзы, женили своих детей. И вот уже русское войско вышло в степи, чтобы помочь соседям с невиданным врагом. Главные княжества Южной Руси пришли на берега речки Калки. Киевская, Галецкая, Волынская, Черниговская. Были тут и смоленские воины. Излишне уверенные в своей силе, они растянули свои порядки. Юрий сказал, что татары – хорошие стрелки. Другие же молвили, что они простые люди, хуже половцы. Так сообщает нам летопись. Низя явно не представляли, с чем имеют дело. Они увлеклись преследованием монголов и попали в ловушку. Те уничтожали русские полки по частям. Последним настала очередь великого князя киевского Мстислава Старого. Его не только пленили, но и убили особо жестоким образом. Монголы уложили связанных воинов под деревянный настил и пировали на нем под аккомпанемент стонов. Всего до 12 князей погибло на реке Калки. И как появились неведомо откуда монголы, так и ушли неведомо куда. Литописец только недоуменно восклицал. «При доши языцы незнаеми, их же добрей никто же не весть. Кто суть и отколи из ядоша, и что язык их? Но скоро они вернутся». 31 мая 1736 года русские войска под руководством Бурхарта Миниха взяли крепость Перекоп и впервые в истории вторглись в Крым. 31 мая 1847 года нового стиля умер преподобный Макарий Алтайский. Будущий святой уже ребенком удивлял всех своим умом, способностью к языкам. В семь лет знал латынь. В духовное училище пошел сразу в третий класс. В духовной академии в Санкт-Петербурге начинал учебу со второго курса. В 1818 году он был пострижен в монашество и почти сразу стал игуменом Костромского Богоявленского монастыря. Но преподобный очень тяготился славой и посторонним вниманием. Даже просил перевести его на должность библиотекаря. А еще в ту пору он одним из первых принялся за перевод Святого Писания на современный русский язык, в чем весьма преуспел. Наконец нашел себя святой Макарий в новом деле. Его отправили нести Слово Божие на Алтай, где тогда процветало язычество. Жизнь и описание святого оставило нам много сообщений о миссионерских подвигах его и о чудесах, сопровождавших его. Отец Макарий интересовался астрономией, естествознанием, слушал лекции в Казанском университете, был знаком с его ректором, математиком Лобачевским. Его занятия естественными науками имели и практическую цель. Он сам и его сотрудники, учась в медицине, лечили алтайцев. За годы своего подвижничества святой крестил около 700 взрослых язычников, поставил церковь в миссионерскую школу, стал переводить писание на алтайский язык. Спустя несколько десятилетий его духовные наследники констатировали. Семя Царствия Божие, посаженное отцом Макарием, прозябло, выросло и стало древом, широко раскинувшим свои ветви не только по горам и дебрям Алтаи, но и за пределы его. 31 мая 1115 года прошли испытания одного из первых танков в истории вездехода Пороховщикова. 31 мая 1191 года Министерство юстиции России зарегистрировало гражданский устав Русской Православной Церкви. Таким был этот день 31 мая.